Посмотрим на составы команд. Что до Бостона, то игроки этого клуба очень любят номера двузначные и даже большие очень. Джо Торнтон, шестой номер, Энсон Картер под 33-м. И кто с ними в компании? Ну, посмотрим. Наверное, это Пиджей Аксель, скорее всего. У Торонто все понятно, да? Дарси Такер, 16-й. Приобретение команды, о котором стоит поговорить подробнее, наверное, потом. И плюс к тому девятый номер. Николай Антропов. Да, Ник Антропов. Не будем уже до конца повторять эту терминологию заграничную. То есть Торонто. Торонто начинает не с самым сильным звеном. Дон Суини на ваших экранах. Ветеран команды, 33 года ему, невысокого роста, достаточно крепко сбитый и умеющий применять силовые приемы. И очень голодный, коли грызет свою клюшку. Да, кстати, действительно, по поводу этого, видите, судей, который будет судить сегодняшний матч, главный, один из главных судья. Один из немногих матчей, который служит всего лишь одним судью. Это Блэйн Энгус. И его помогают два лайнсмена. Дерек Аннелл и Скотт Дристолл. Такое, что касается защитников Бостона. Они играют сегодня семь защитников. И, ну, многие из них как раз входят в число самых жестких. Во всяком случае, по количеству силовых приемов, они, в трое из них, входит в пятерку самых активных защитников по этому показателю. А то, что на ваших экранах сейчас вы видите, это, конечно же, Сундин. А до этого 77-й номер был лидер команды Бостон-Брюэнс. Это Рейбург. Это, да, по-хорошему, такие одиозные личности. Безусловно, центральные фигуры сегодняшнего матча. Мат Сундин и Рейбург. Они капитаны своих коллективов. Я думаю, что Сундин уже покинул лед. Вот нам предоставляют арбитра. Кстати, как ты считаешь, Сереж, вот один арбитр на этот матч? Я понимаю, что все это так сложилось, да? Но мне кажется, игра сегодня грозит быть не из разряда простых для судейских. Да, я думаю, что это будет так. Но я думаю, решение принималось ставить двух судей или одного. Не по этому принципу, а просто по принципу. По календарным. Игра, номер и мярек, да? Да, да, да. Ну что ж, первое звено у Торонто. Хоглун, 14-й Сундин, 13-й, 32-й Томас. И в обороне Каберли, 15-й номер и 36-й Юшкевич. Я смотрю, у Бостона уже появился под 17-м номером. Это Шон Брейтс, центральный форвард. В его сочетании вышло Роб Демайо под 19-м и Пер Аксельсон, или Пиджей Аксельсон, как зовут его в Северной Америке, швед, разумеется. Он играет под номером 11. Стало быть, не с Торонто нам сегодня он выходит на лед. А по вторым номерам только что применял силовой прием при входе в зону против Бостона. Применял второй номер, это Джеральд Дидок, тоже недавно появившийся в составе команды «Человек». Он играл в составе национальной сборной Канады еще здесь, на Кубке Балтики. И вот сейчас он появился в этой команде в Торонто. Пер Бернс, на ваш экран, человек, чья работа сейчас под вопросом. Может, в конце этого сезона остаться безработным. Ну, не думаешь, что это будет надолго, извините, я не люблю. Да, конечно. Ну, а это основной лидер атак в нынешнем сезоне команды «Бостон Брюрис» Ансен Картер. Естественно, Бурка на площадке. Думаю, что Кайл Макларен, потому что связка Макларена-Бурка играет практически постоянно в Костоне. Несмотря на молодость первого, не Бурка, конечно же. А у Торонто Брайан Берар, вот он в шаге под 34-м номером. С ним вместе опасная атака, бросает Хогланд. По-моему, свисток прозвучал раньше, чем Хогланд бросил поворотом. Образок хороший шли, да? Что-то еще одно удаление. Да, похоже, еще одно удаление. Заблокировка. Атака игрока, не владеющего шаги. Значит, будет удален, скорее всего, игрок. В Торонто, да. А вот, представляю, в чем дело. На синей линии такая своеобразная подсечка против Дона Суини. Тебе не кажется, что это уже как бы пробуется вариант? А много ли видит арбитр, коль скоро он один и без помощника? Нет, я не думаю. Я не думаю, что... Хотя, что все возможно, но я думаю, что это просто игровой момент. Стив Томас решил помочь своим партнерам. Рядом с Пэтом Куином вы видите Алпа Суха, не на финского специалиста. Кстати, в следующем сезоне уже будет повод говорить о первом европейце в качестве главного тренера. Вот мы с коллегой Дмитрием Федоровым были на шведских играх в Стокгольме, и именно там Иван Глинка до серии главного тренера в чешской сборной дал интервью, в котором объявил всенародно, что все, он подписывает контракт с Писбургом и с следующего сезона становится главным тренером этой командой. Кстати, интересно то, что Писбург это не подтвердил никак. То есть они сказали, что ударник действительно заключает контракт с Глинкин, но речи о том, что он будет главным тренером, пока не идет. То есть пока, в общем-то, он будет так называемым ассистент-коуч, помощник главного тренера, а дальше видно будет. Ну, это действительно, что никто особо, по-моему, не скрывает, что на самом деле я решила о том, что он будет главным тренером. Ну, недолго играл Торонто в большинстве, в итоге команды сейчас играют в равных составах. Хайнс сейчас покажет, а сколько зубов не хватает у него, их достаточного количества не хватает. Идет по прямой всегда. У меня даже впечатление такое, будто маневры вообще какие бы то ни было он выполнять не умеет. Ну и получил по шапке в прямом смысле этого слова. Однако отбирар ушел и на патачок так выдвинулся. Да, там, по-моему, с ним рядышком Андрея Савар находился. От Ешкевича получил. Да, по шапке. Ну, правда, не Хайнс, Хайнс получил, а отбирар ушел. И Савар, да. Так что не удалось нам увидеть игру Торонто в большинстве. Посмотрим удалось ли все-таки перед команде. Преодолись тот спад, который наметился в их дыгерой игре в последнее время. Кстати, именно Бостон положил начало этого спорта, когда команда 3-3 февраля, в последнее время между этими командами одержал победу. И с тех пор, в общем-то, опасный момент. Самсонов, Торнтон, шайба там в воротах, арбитр фиксирует взятие. Мы это хорошо видели. Ну что, 1-0. 1-0 в пользу Бостона. И я хочу сказать, что Джо Торнтон самая яркая фигура первых стартовых минут встречи. Абсолютно. Самсонов получает голевую передачу. А Торонто получает шайбу в свои ворота. Поразительная беспечность защитников. Ну, смотрите, Торнтон делает и передачу на Самсонова, и потом успевает добить шайбу. А удалили Кайла Макларена. Кайла Макларен, завтрашний день национальной хоккейной лиги, 22 года. И вот такая серединная позиция Бостона, единственное, по-моему, и объясняет то, что пока о нем не говорят во весь голос. Рейбург, кстати, сказал, в тот день, когда Кайла Макларена, 18-летний, определили в него пару. Этот парень меня превзойдет. Это было 4 года тому назад. Ну, вы видели сейчас надпись, что команда забила всего лишь одну шайбу, хотя играла в большинстве уже 27 раз. Последних? Последних, да. Стыдно должно быть за такой процент. Вот и спешит Хеглун к воротам. Сундин! Ну, бросать же надо было, что совсем уж на чистый лед хотел Томас выбраться. 11-я минута первого периода, 1-0. Гости хоккеисты Бостона выигрывают Торонто. Пас на Хогу надо вращать на то, что он убежит, но не смог он принять шайбу. Оставишься сильный, бывает, передач. Ошибается бонус Лени. Димао. Акцессор подкатывается под него, но паса сразу не последовало. И уже туда сместился Берар. Возможно, эту траекторию передачи перекрыл. Неплохо. Харглон, пас! Хорош Томас, а? Еще одна передача. Это уже знакомая, да, Торонто? Что-то похожее на игру команды обычная. Какая хорошая была передача на Сунгина, и как хорошо он сумел ее принять и бросит. Под наказанием Антропова. Это Христич. Христич играет в полумаске. У него проблемы с челюстью. Ну что, действительно, герой последней минуты. Это не дебютант, по большому счету. Мы уже говорили, что 14 матчей в составе Бостона в этом сезоне Роберт Талас уже провел. А вы еще раз посмотрите. Да, посмотрите. Здорово вывереный бросок. И еще один будет пас уже на дальнюю штангу. И с этим справится Талас. Как расчетливый, как раз вот между ног. Сунгин все увидел. Вроде бы голову держал опущенно, но все видел. Бросать, не бросать. Видел, что вратарь жестко переместить, закрыть ближний угол. Делал передачу Талас до дальней штанги. Игра не кончается никогда. Потому что сколько раз приходится критиковать игроков за то, что они доработав, эпизод выключается. А эпизодов сменитых сколько происходит? Похоже, отбился Бостон. Хотя и не без труда. Да, были шансы, были шансы у команды. Хозяев забить. Каберли был в роли нападающего. Антропов. Христич. Что, гол? Да, гол. Долг платежом страшен, да? То же самое. Дмитрий Христич еще, кстати, одна фишка. Тоже понравили, да. Как говорят иногда в матче. Христич-то свое имя, НХЛ. Ну, в принципе, имя там заработал чуть пораньше, да? Вот. Ну, в Бостоне тоже поиграл. Он, кстати, недоволен был своими линиями, которые он провел в Бостоне. Не совсем не нравилось. Судя по всему, вот, в случае, это исследовалось интервью, которое он нам дал. Как играет команда. Первый бросок попал Бурк. И вот все-таки продавил. Нет, вообще, а потом третий, по-моему, не добил такер шайбу в ворота, а? Нет, по-моему, Христич еще забил. Вот, бросок попадает в коньки Бурку. Потом Макларен проиграл позицию. И Хэл Гилл, ты посмотри, три человека, три защитника были, да, на льду. А это как раз от Гилла, от люшки Гилла по шайбе попал в ворота. Так что Гилл немного посодействовал Христичу и позволил команде сравнять счет. Проиграл от тропа в вбрасывании, но бросать поворотом неудобно. Вот только так. С бэкхэнда, как-то висисты говорят. Да, суть такер. Но он у борта мало кому уступит, хотя вроде силы не силен, зато напросто он смел. Ну, то есть сильный бросок. Так, что арбитр тут скажет? Грохнулся, я даже скажу, как и налет Джо Торнтон. Мне показалось, подможки не было. Нельзя идти в зону. Вот только сейчас. Сувини. Не внимательно, потому что не выбрасывает шайбу. Христич бьет в первую попавшуюся на пути защитника. Много ошибок. Много ошибок и с той стороны, и с другой. Даже вот этот не очень высокий темп команда выдерживает с трудом. Контр-атака Бостона. Самсонов. Хорошо бросал. Хитроумно, да. Да, не нашел партнера. Искал, искал команду сделать передачу. Не нашел, развернулся и бросил. Совершенно очевидно, что команда у него в лучшем состоянии находится. Что одна, что вторая. Какой процент брака даже у Рэй Бурка? Я думаю, что Рэй Бурк – это фигура, которая не подвергается критике. Вот он, по-моему, и забил. Нет, Шан Бейтс. Шан Бейтс. Ну, попал, что называется. Дали бросить. Бросал кистями. Это всегда достаточно точный бросок. Не очень сильный, но... Точно под перекладину засадил шайбу. Это вот 17-й номер Бостон Брюинс. Ну что, в какую категорию вы отнесете Куртиса Джозефа? Я могу сказать, как мне кажется, на ворот чуточку потерял. Да, это понятно. Да, потерял, но потом бросок действительно сложный. Все-таки над плечом. Очень тяжело. Очень тяжело было отразить. Я лучше опять, если на кого-то надо спускать собаку в эту ситуацию, то опять на защитника по главе с помощником Каберли. Это не значит, что он хуже всех. Бесспорно, он лучше большинства игроков обороны Торонто. Но, тем не менее. Кому многое дано, стало многое спросится. Если идешь вперед, будь любезну, успевай назад. Он успел, в общем-то, назад. Единственное, что они как-то не могли между собой разобраться. Ну, минус 2 имеет сегодня. Пока что. Два защитника, между ними один нападающий. Они не могут понять, кто его должен закрывать. Может, это магия 17-го номера между двумя защитниками со временем Валерия Харламова, а? Может быть. Роб Демайо. Аксельсон. Две с половиной минуты до перерыва. 2-1. В гостях Бостон выигрывает у Торонто. Ох, упал и Сундин. Не смог обыграть. Королев. Ушел от двух противников, и что он выиграет третья. Должен тут помочь ему. Это нам дал плах. Ну, как-то, вроде бы с одной стороны помог, а с другой стороны сделать совершенно не столько его передачи. Не глядя. Но зато вот эта работа, силовой прием около борта. Бешкевич. Перро. Кларк. Снижает темп атаки. Королев. Кларк на то мощь добавил. Корковцев бьет. Еще шайба Корковцев. Ну, что он сейчас делает? Никто не видит шайбы. И Энгел Кларк, по-моему, меньше всех в этом процессе участвовал. Еще бросок, это Перро уже. Могучая такая атака. Как раз в стиле Бостона, по-моему. Казалось мне, пару лет назад, что какой-то он нескладный и вовсе не такой могучий. Уже торт. С годами выражение лица немножко меняется, да? Мужают. Нет, ну, то, что он здоровый, это высокий. Катание, да, действительно, тоже казалось не самое такое лучшее, но раскрылся, раскрылся. 2-1. Бостон выиграл первый период, и команда уходит отдыхать. В Торонто начался второй период встречи между местным Мэп Ливз и Бостон Брюэнс. 18 секунд сыгранного второй 20 минутки. 2-1, пока впереди гости. Открыл счет Джо Торонто в дебюте встречи, реализовав численные преимущества. Хотя он Дмитрий Христич счет сравнял, но под занавес первого периода, когда, казалось, ничто уже этого не предвещало, великолепный бросок Шона Бейтса достиг цели и Бостон у шоу на периодах лигеров. Сейчас на площадке у гостей первое звено. Самсонов 14-й номер, 33-й картер и 6-й. Джо Торнто это нападение. В обороне играет Кайл Макларен под номером 18, Рейбург под 77-м. А у Торонто Мэпл Ливз на площадке звено Николая Антропова. Христич 8-й, Антропов 9-й и 16-й. Дарси Такер. В бароне Тома Шкаберли и Джеральд Дидак. Антропов шайбы, передача на Такера. Живчик, живчик Такер, безусловно, очень хочет отличиться. В принципе, я думаю, что Дарси Такер результативность имел очень неплохую, если учесть, где он играл. Выступая за аутсайдера, набить 14 шайб это больше, чем у Самсонова и столько же, сколько у Торнтона. При том, что Такер ничем другим, кроме как Драками, себя до сих пор не зарекомендовал. Да, но, кстати, у него большая, вернее, отрицательная разница плюс-минус, минус-четырнадцать, по-моему. Но это действительно, говорит, там под не самую хорошую команду, где можно выбирать себе плюс очки. Ну, насколько я понял, удален Тайдоми. Да. И у Бостона. Бостон второй раз играет в большинстве. Хорошо отборолся, а? Так, вроде Димаио получил. Да, именно за это и удален. Тайдоми, наверное. Ну, две минуты. Неаккуратно сыграл Крюшкин. Две минуты, минимальный штраф. И выходит Рейбук, это совершенно естественно. Хороший вход в зону, но и не очень-то препятствует. Городит, а ронда передача. Бросок. Андрей Чук бросал тридцать восьмой номер. Не попал просто как хотел. А то бы, наверное, никакой Джозеф не помог. Такер. Передержал шайбу, наверное. Не игры. Кстати, давай уж этот приход Такера разберем, так сказать, по косточкам, да? В обмен на Дарси Такера был отправлен в Тампу Майк Джонсон. Человек, которого в Торонто очень любили болельщики. Который умел играть в хоккей изысканный, в хоккей красивый, комбинационный. Но как-то вот умел он настолько, что год от года от него ждали больше. Правда? Да, он был одним из претендентов на звание лучшего новичка. Когда он появился в команде, действительно, может быть, даже, наверное, одним из самых реальных претендентов. И, может быть, он действительно был лучшим новичком. Но потом, увы, он... Поначалу Майкл Джонсон пытались оправдание искать, что вот ему веса не хватает, чисто физических сил. Потом он вроде и прибавил, раздался в плечах, и опять чего-то не хватает. А все-таки, мне кажется, ему не хватает огня, ему не хватает сердца для плей-офф. Ну, вот то же самое, что зрители канала нашего знают. Часто инкриминирует, я, кстати, с этим не согласен, Лена Ксюльюч. Вот нет у него сердца победителя, что ли? Я еще думаю, что речь идет все-таки о кубке Стэнли. Кубке Стэнли побеждает не столько именно техникой и вот изысканный хоккей, а именно желание убедиться и биться в кровь. Совершенно верно. А вот именно этого, наверное, у Торонто в том составе каком-то был, наверное, не хватает. Отсюда и приход и Вандела Кларка, и Дидека, и то же самое вот Такера. И Ника Перро в прошлом году, между прочим, тоже, да. Ну что ж, Бостон пока так, пока мы разглагольствовали, в общем-то, провел время в средней зоне, как на курорте. На курорте греться хорошо, когда больше делать нечего, а Бостон надо сокращать разрыв сначала до девятого места, не говоря уже о восьмом. Сейчас как раз еще одна шайба очень не помешает Бостону. Что-то уже так обычно не помешает. Вон Тайдами как бился, а. Вышел со скамеечки и игра опять в зоне Робиталоса. Идет и атакует звену Антропова. Активно они смотрятся, правда? В первую голову с Ириеми Такера, я думаю. Хотя шайбы Христич забьет. Антропова, гол! Ах, чудо какое! Вот они руки-то, да? Катание, катание. Я, по-моему, сам не ожидал. Вот они 196 сантиметров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Продавил, продавил тоже. Это еще одна шайба, которую, в общем-то, продавили. Вот, посмотрите, мне... Вон сам не ожидал, просто бросал уже во многом на удачу. Не получилось его здесь. Да, вот преимущество в росте как раз выиграло у высокого торта на эту борьбу. А мне кажется, это понимание приходило. Коль я сам не вижу ничего там, ну хоть и то, откуда там он видит вратарь за нами такими здоровыми. Да, ну там тем более, что вы на пятачке. Неизвестно, что в невестах где шайба. Лучше всех видели мы, наверное. Да, Николай Андропов сравнивает седьмое, что забивает свою седьмую шайбу в этом сезоне. И чуть было еще не все. Тут уже чудеса просто Джозеф творит. Да, Макс Орли добивал шайбу и чуть было не добил. Если Макс Орли начнет забивать, нет, конечно. Проблема в обороне у тех и у других просто огромная. Если до Торонто это хоть как-то еще объяснимо, как ты говоришь, три человека в пятерке толкающихся, что-то пока этого не заметно. А у послана Пиджей Аксельсона обороняется. Если уж тогда не Маркер, а они нам не контролируют. Почему не Пиджей, в конце концов? Ну, если Аксельсона тут же рядом, где-то... Ну, Дима уже нет. Он принимает там помощь остеятов по трибунным помещениям. Неудачно. Сдвигает соперника. А как неудачно сыграл Талас, попытался выкинуть шайбу по центру площадки. Ее так легко перехватили игроки Торонто. И что-то было не забили шайбу. По-моему, это был, кстати, Некарпов, Сихлин. Давай, Сереж, посчитаем общее количество ошибок на смену. Ну, не сейчас. Все-таки сейчас неравные составы. А вот когда выйдет на площадку игрок с Бостом, очень много брак. И в передачах, и позиционно, и в сменах составов. Просто потрясающе. Зрелищная игра доставляет удовольствие. Да, быстрая игра, достаточно открытая. Мога живая, да. То есть нет такого вот игры, лишь бы не пропустить. Я знаю, нас смотрят и хоккейные специалисты, я не думаю, что это так уж интересно наблюдать. Ну, есть по-разному. Есть люди разные смотрят, есть болельщики, а есть действительно специалисты. Дефонова, большой любитель служебных собак. Занимается разведением служебных собак. Показывали мы в прошлом сезоне сюжет о нем, о его собаке. Специальная у него есть и площадка, и специальная форма. Юшкевич, Каберли. Такер. Каберли бросает. И Христич вот опять добивал. Чуть-чуть был не добил. Быстрые, хорошие, мягкие руки у Христича, но на все раз они ему не помогли. И вот ошибся в передаче. Юшкевич. Андропов. Сделал неточную передачу. И проброс. Проброс шайбы. Ну, еще довольно много времени. Даже команда и 7 минут не сыграли. А не проброс, а удаление. Команда играла в большинстве, поэтому проброса не должна была быть. Наверное, сейчас покажется. А вот, смотрите, ну да, ну, конечно же, вот Тортон виноват, но нагрубил. Нагрубил против Юшкевич. Ушел Юшкевич от сырового приема, остановил. При этом еще и слимой проход Тортона. Тортону это не понравилось. Ну, про чистый перевес не сутки дали, да? Чистый перевес у Торонто. Первое звено. Хаглан, Сундин, Томас. Попытка через защитника сыграть. Берар и Карповцев. Такая пара. Основная еще и на пункт. Очень предсказуемо все было сыграно. Красиво, конечно, геометрически. Но он успеет. Он успеет. Не успел. Вот ты посмотри. А я скажу, успел, наверное, Роб Талос, а? Или кто-то из защитников поставил клюшку. Честно говоря, я не беру сейчас. Плохо видно было на экране. Ну, как же так? Как же так, Сундин? Который видит все и не успел. Идет Торонто в новую атаку. Тормозит Берар. Тормозит не только на льду, тормозит и развитие атаки. Ну, как говорится, ладно. Коль скоро шайбу ему вручили, то он за все и отвечает. А Дарси Тайкер уже снова появился на льду. Вот останавливает игру на сей раз. Ну, давайте посмотрим, кто же все-таки помешал. Как ему шайбу-то бы отвоевал. Ловушку, ловушку он выбил. Клюшку себе помогал, да. Клюшку поставил там и Рейбург. Чуть-чуть не успел Сундин. Не хватило ему немного пространства для того, чтобы ближний угол шайбы направить. Ну, что же, повезло. И абсолютно правильно сделал все Талос. То, что остановил игру, конечно, после такого момента надо перевести дух. У меня такое впечатление, что команда обменивается моментами не только одинаковыми по численности, а похожими даже в принципе. Вспоминай, как Самсонов бросал в пустые ворота, да? Да, да. Я бы заделал практически бесхозную клюшку Юшкевича. Так и сейчас. Хороший пас, Христич! Промах. Лучше, если я не знаю, бесспорно. Христич, Антропов и Такер. В составе Торонто. Неплохо Антропов действительно смотрится. Наверное, действительно, у него есть все шансы. Хорошо себе зарекомендовать. Да, вспомнил, что именно это звено и начинало матч. Ну, опасно! Еще один момент. Не туда смотрит Такер. Не видишься шайбы под ним. Через чё рулёкся силовой игрой. Уже, по-моему, перо появился. Да, перо. И Торонто. Вот видите, бросков 16 на 19. Бостон проигрывает. Это много. То есть по такому графику команды за 30 бросков каждая сделает обязательно. А вот шансы голевые моменты. 12-5 в пользу Торонто. Ну, в комбинационной игре хода-бедно у подопечных Пэтта Куина поставлена получше. Поэтому моменты, я бы так сказал, почище, что ли. Изменил шайбу свой полет и направление полета чуть бы не попал в ворот. Перо! Гол! Я только собрался сказать, что вот мы про Дмитрия Василькова часто говорим, а у Яника пи***я в точке бросок изумительный просто. И не справился с ним. Талас. Пробил, как говорят. Да, вот именно продавил уже. Действительно. То есть бросок в основном не столько на точность, сколько на силу. Опять смотрим. Сам же перо поборолся. Пускал шайбу по борту. Не весь чего. После двойного рикошета она в центр перо отскочила. А он-то забивает трудовые шайбы сегодня. Видел, в общем-то, и на момент броска и полет шайбы. Все видел. Роктало снова действительно с этим броском. Убойная дистанция, не так далеко. Банальные фразы, которые часто вот так все употребляют. Да, рановато опустился на колени. Но мне кажется, Талас вообще любит играть так внизу. Сунди. Поэтому просто тут необъяснимое, что-то лучше бы у него спросить. А я думаю, кстати, может быть, и спросит в перерыве. Я думаю, что дело здесь не столько опустился на колени. Если бы, может быть, он стоял бы на ногах, тоже, в общем-то, шайб проскочил бы под рукой. Дело не в том, что... Ну, прикрыли чуть-чуть, первый бросочек спрятал. Но, в принципе, видеть должен был, да? Да, все он видел. Я думаю, просто действительно очень сильный бросок. И тяжело было, просто не справился. Лужкевич, хороший выход. Вот то, что ты говорил. Вот получилось как-то здорово, да? Что? Ну, что, красные линии никто не отменял национальные хоккейные линии. Томас тоже пишет, что у него застой. То забивает шайбу из всех немыслимых ситуаций. А тут вроде бы никак забить ничего не может. Стиву Томасу отношение настороженное в этом сезоне, потому что он забивать действительно не забивает, зато он лучше распасов, чем командир. Слух, оно или дело. Кто? Стив Томас. Ну, в принципе, наверное, после его борьбы добивает шайбы, которая последним касался. Я вот так примерно классифицирую половину, по крайней мере, его передач. Ну, что если по закону Маятника, да, вот так в шахматном порядке, то теперь очередь в Торонто какую-либо любезность сопернику предложить. Дай, например, в зоне потерять. Ну, куфол, наверное, все-таки был. Да нет, я думаю, если чистит он Макларен. Сам напрашивайся на свои слова. Прием, игрок Торонто. А сейчас, может быть, удаление зацепил, клюшка отрока. Только зацепил, или клюшку держит. Пристич. Как же здорово звено это действует сегодня. Вот боевые. Три против двух. Встал там, антропов-то или нет. Толкнул его в спину Самсонов. Картер. Не пройдет шайба по карте на пятачок. Там Пристич помогает партнером Самсонов и Марков против него. Марков выходит победителем. Кевин Адамс должен сам играть пока. Проиграл, проиграл позиции защитника. Легко так двигали его от шайбы, но вот пошли уже силовые приемы. Очевидно, стали друг другу мстить команду. Доми. Опять Адамс и опять Доми. Опять Кевин Адамс. Ну, тут Халгел, конечно, крупнее раза в полтора. Тем не менее, Торото продолжает атаку и некому было еще разочек добить шайбу. Контр-випад Бостона. Может было, показалось, что еще становится ничейно вновь. Нет. И здесь добить шайбу было некому. Да. Новое время, новые песни, новые бойцы в смысле прямого передоста. Тайдаме уже больше не самая грубая игра национальной хоккейной лиги. Такая жаль. Да, конечно, потрясающе. С таким ростом претендовать на звание лучшего бойца Леги стать не без оснований. Не знаю, не знаю. В принципе, я больше доверяю в смысле убедительности кулачных боев вот именно как-то новым героям. Может быть, даже не столько Крису Саймона из Вашингтона, сколько Браширу, Лараку Презид Монтона. Ну, кстати, надо по-другому стараться сказать, что, наверное, так часто приходится видеть, да, эту бойню теперь. Монфейл все-таки правила, мравы, деньги, в конце концов, которые платят за победу, они не за драки, играют свою роль. Ну что ж, второй период выиграл Торонто. И вот Перн Бернс выбросил, видите, бумажку раздраженно. Торонто забросил две шайбы, и теперь уже он выходит на перерыв, ведя в счете 3-2. А шайбы забили Николай Антропов и Ник Перро. Перерыв. Мы отправляемся в Торонто, где хозяева льда выигрывают со счетом 3-2 у Бостон Брюнс за 20 минут до окончания основного времени игры. И у Торонто на лед вышли Даниил Марков. Ход 55-м номером. Парни Ушкилич играет сейчас и или Карповцев. Карповцев Николай Антропова. Рок Демаева вместе с Шоном Бейтсом и Аксельсоном играет у Бостон Брюнс. Хотя я смотрю все чаще и чаще появляется уже Андрея Саваш, Дэйв Андрейчук. Что, по ходу встречи за 30 секунд уже смену организовали? Так и есть. Так и есть. Играет Хайнц, Саваш и Андрейчук. Не смог поднять шайбу. Ну вот так, Горнский. Вначале репортажа коснулся этой темы. Но вообще, мне кажется, занимательным. Довольно, что у Бостона один единственный игрок имеет номер с первого десятка и тот нападающий шестой номер Джо Торнтон. Все остальные ну вот так вот буквально от 20 только начинают всерьез смотреть на возможность приобретения номеров. Вот, кстати, Торнтон этим самым отличается. Вот, Дидак, второй номер, да, и Хрещи Сантропов, все остальные двузначные. А ведь, когда-то было дело иметь номер от единицы по десятку считалось высшим шиком. И, между прочим, Горде Хоу купили на Нижнюю полку. Ты знаешь об этом историю? Как-нибудь потом я расскажу. Ладно, а пока можно было на нижней полке ездить. Тем, у кого номера за единицы по десятку. Он хотел 17, ему дали 9. Он начал торговаться, ему сон он нижнюю полку и он смолчал, как бы, будучи довольным. И так и проигрался в результате 9 номера. Ладно. Рейбург шайбой. Алгил. Проброс получается. Две минуты команда сыграли. Дон Суини с шайбой в своей зоне. Его атакует Игорь Королев не слишком активно и Суини управляется сам. Правда, в конце концов шайба оставляет Кайло Макларену. Хартар. А вот нет Самсона в этом зоне. Да, я смотрю, играет Макс Орли с ними вместе под 29 номером. То есть, сила уже в чистом виде, да? Да. Макс Орли Торнтон. Будут давить. Недоволен все-таки. Но могут и получить контратаку. 4 отыграли. 2 в 1. Хорошо сыграл. Он сделал единственно правильный помог выбор. Абсолютно. Передача может быть бы прошла, но это было во многом случайности. Я хорошо обыграл. Я обыграл и бил дальний угол. Мне кажется, партнер вот это был Атоли Такер, да? Выключился рановато. Он мог бы пытаться добить шайм, по-моему. Ну, не часто видишь, что такой оборож 1 в 1. И удачная сила. Ну, идет игра. Идет игра. И кураж пойман, так сказать. Такая тоже бостон атакует. И опять Адамс отходит назад, помогая своим защитникам. Камерон Ман. Ну, втроем они столпили сзади. Это опять тоже опасный момент. Могли бы сейчас пропустить выход в очередной раз. Бостон лезет буквально отыгрываться. Я в очередной раз Пэт Бернс перетасовал состав своих звеньев. Фаларанто играет вместе с Маном и с ними третьим действовал сейчас Андреа Саваш. Как тебе кажется, Сереж, вот 22 нападающих в течение сезона, это характерно для Бернса вообще или нет? Потому что сегодня какие-то метания у него я чувствую. Да, у него метания есть. Я не настолько хорошо знаю именно технологии его работы с командой, но мне кажется, что по характеру по-моему на него похоже. Он способен на такие вещи. Я не знаю, что ты по этому поводу думаешь. Ну, на протяжении многих лет он, в общем-то, как только начинал поступать жестко, как только он шел, так сказать, против того, что где-то ему советуют чуть ли не журналисты, для него это плохо кончалось. Вот, чем дело. Пик, наверное, в Бостоне, я вам прошел. Сейчас никто не вспоминает о каком разборном, о забранном состоянии он команду принял. Откуда он Бостон, собственно говоря, в плей-офф-то и вытащил. Какую память это свойство для всех из земли. Маркаф. Очень рискованный пас. Подиагонали через свою зону, хоть даже вверху. Аксельсон. Бурк. Попрыгающий с шайбой попал. И так попал. Пятая минута третьего периода пошла и Торонто порой не гнушается уже сыграть и в отбой. Опять у ворот Джозефа вбрасывание. Звено Юника Перро у Торонто. Бирар вместе с Юшкевичем в обороне и в нападении играют Уэндл Клак 17-й, Перро 44-й, а вместе с ними Гарри Волк Королёв вышел. Прошла передача, мне кажется мне очень неудобно было все-таки бросать. Или что? Виндл Кларк пытается разобраться. Мне все-таки неудобно передача прошла, но по-моему неудачно было. Я вот сейчас думаю что же мог делать Перро в этой ситуации. Мне казалось что пас не проходит вообще. вывел может быть сходу в касание может быть пускать пуская шайбу по льду искать свой шанс потому что когда первую шайбу остановил собственно говоря он настолько сблизился уже с того а играл хитро обратил внимание что как-то вертикально выкатывая с того саму навстречу и пускал вдоль тела вратаря шайбы в таком своеобразном противоходе попытался выжить что-то в этой ситуации но в одно касание было бы более эффективно но это только по результату забил героя не забил виноват Хайнц Торнтон большими силами Торнтон атакует 4 хоккеиста перо так вот начинается это уже про и вратарь Бостона принял деятельное участие в этой потасовке Торнтон с Торнтоном драться не будет никому не охот терять репутацию во-первых а потом и как писал известный поэт давайте скажем рифм старость надо уважать главный судья Блейн Энгус один сегодня разбирается с двумя командами тяжело наверное для меня не так уж часто он удаляет хоккеистов не пустой скромейка обычная норма НХЛ наверное из разряда корректных ну да вопросов не возникает по поводу того за что удалил был неправ мацунди на точке для вбрасывания особо его так и незаметно макларен по четыре хоккейская которую неплохо гирар овертайм как легко отдал шагу хорошо пошел сундин по-моему по-моему смену затеяли хоккеисты Торонто его пропустили выход 2 против 1 передача бросок это не бросок это промах это след уходящему поезду помахал клюшкой под поездом шайбы подразумевался в данном случае шанс упустили ты посмотри я вот сколько команды сыграли уже почти 7 минут да я что-то не видел ни разу за эти 7 минут Самсона на поле самое главное что выводы сделать по этому поводу нельзя вроде играл вполне сносно травм получил нет я не думаю что он травм получил я думаю что это угол так и на старуху бывает проруха даже сам себе не поверил Джозеф Саваш подправил шайбу бросал ты Макларен по-моему подправил шайбу Андре Саваш да подправил шайбу технически тяжелый конечно прием да с летом мне показалось что сам собой недоволен Кертис Джозеф как же я пропустил упрошает вроде сам себя нет ну это такой шайбу конечно поймать невозможно никто не возьмет закончится матч Флоридо Рейнджер с Флоридо выиграл 3-0 на фон что порой забил в одну шайбу 41 шайба цеплян осталось только выяснить сколько шайб всего чуть-чуть чуть-чуть какой вход зоны был роскошный наверное хорошая скорость доставил шайбу сам полетел открываться а там справа абсолютно еще один партнер был но бесстрастный свисток арбитра закоксировал положимые линей игры адресует схемы Bad Burns Карпусев закрыл но и кто это Томас прихватил шайбу не доходит на доходу не дошла Томас неплохо Томас ах не заметил выкатывающегося с левого фланга защитника мог пойти диагональный пас и выход практически один на один не игры чуть не в последнюю атаку в основное время идет Торонто 20 секунд до сирены будет бросок Каберли чуть мимо ворот наверное последний момент был в Торонто последний разумеется Пэт Квин не менял вратаря и сейчас будет дополнительное время дополнительное время ну что 4 на 4 целых 5 минут или может быть чуть поменьше если одна из сторон добьется успеха Мат Сундин наверное с Хогландом все-таки на точке выбрасывания а Дэйв Андрейчук на скамейке для запасных и Карповцев Берар Карповцев тоже 4 Томас не Хогланд Томас чтобы в зону войти Томас поборется хороший пас назад в полном составе Бостон бросок по воротам Берар пас бросок Сундин промахивается не слишком удобно наверное был неудачный сильный бросок да Берар он получил травму да по-моему что-то серьезное кровь да кровь бросок какой посинела рука это даже отсюда заметно вот сейчас время опять пройдет до той поры пока Байрон дофоне займет место в своих воротах в принципе еще играть 4 минуты и 40 секунд до может быть я попринимал королев в расчет когда бросался шайбе сразу створ еще раз смотрим хорошая прошла и опять и чаще и чаще но уж куда чаще крупным планом на экранах наш Каваш Байрон доход 34 номер Бостон Брюнс на точке вбрасывания Шон Бейтс в 17 Борцетин Ника первого 44 как только из Торонто выигрывает это вбрасывание и хозяева опять идут вперед слишком автимистичный пас Бург пошел вперед по Бейтс прошел прошел Бейтс уже сил нет с трудом приезжает старатель дыхание уже совсем сбилось обоим братарям концентрацию сохранять нужно всякие могут приключить вот опять смотрим как Бера при игре летом катании может так запросто после человека который бежит буквально с глазами на лбу ну что эта игра показывает что Торонто по-прежнему кризис Ковалев забил видят наши телезрители Ковалев забил и Питбург сыграл Баффа Логичью со счетом 1-1 ну и Федоров отличился со стороны Детройта из своей зоны Грибако оторвает атаку это Карповцев Марков Вал прошла передачный катачок начинная все-таки не удастся ничего сделать команду Тортом Минута остается до конца овертайма счет 3-3 шумит на огромной скорости Брайан Бирар идет к воротам и шабо сползает с крюка пас назад и не бросил и не отдал знаешь, Сергей я вспоминаю чемпионат мира в Хельсинки я частей к чемпионату не возвращаюсь вот там так же решительно Бирар пошел выступая за сборную Соединенных Штатов на ворота сборной Латвии объехал с клюшка вратаря с одной стороны пустил шайбу с другой завез с ворота но упал и получил травму сейчас просто помогал ему еще и Торнтон молодчина да, работал до конца назад это да, согласен молодец но другой стороны даже не было попытки бросить смотри он его зацепил да, но он фигурист может быть просто так надо, чтобы не было бросить это он правильно сделает Торнтон на точке выбрасывания там естественно Рэй Бурк по-моему Хайнс желающий всегда побороться на пятачке Дон Суини под 32-м номером вот такую четверку выставил Бернс на эти последние секунды Суини бросает опасно Торнтон 10 секунд остается Ну все 3-3 Торонто Мэйпл Ливс и Бостон Брюнс играют ничью и зрители приветствуют команды Свистов на этом все с вами были Сергей Крабов и Юрий Розенов всего вам доброго и до новых встреч всего доброго